Мы начали наш разговор как раз с ситуацией на спортивной гавани, где четко было прописано варианты использования этого гидротехнического сооружения. Это объект физкультуры и отдыха, значит, на нем можно вот ставить яхты, включая крейсерские, размещать что-то и что-то, а там появился ресторан «Зейтан». И опять же непонятно, вот с точки зрения городской ресторанции, она хочет со мной там делать яхт-клуб, как бы вернуть, да, насколько я понимаю, а сделать, то есть там для людей, для отдыха, убрать это кафе, как я понял, да? А другой стороны, она выставляет такую неподъемную арендную плату. Ну, видимо, сначала она хочет заработать на арендное платье, а потом построить яхт-клуб муниципальный, да, правда? Так и есть, а администрация хочет разделить данный участок на два? Актуальный вопрос борьбы за земельные участки между городской администрацией и представителями бизнеса обсудили в беседе с Андреем Калачинским. В гости пришли эксперты, директор фонда «Горожанина» гражданин Николай Смирнов и юрист Никита Гиталенко. На повестке гидротехническое сооружение «Северный молл» спортивной гавани. Там открыли ресторан «Зейтан». Ну вот вопрос, законно или нет? Мэрия Владивостока через суд доказала, что этот молл и эта земля принадлежит городу Владивостоку, и судебное решение должно было вступить в силу, но владельцы ресторана не дают это решение исполнить, и более того, когда туда явилось охранное агентство, они на подмогу вызвали и пригласили людей из Фрунзенского РОВД, и люди из Фрунзенского РОВД, офицеры милиции, решили, что решение судебное еще не вступило в силу, может быть, и, в общем, там начался скандал. Договор аренды земельного участка сроком на 30 лет заключили еще в 2015 году. Тогда «Северный молл» принадлежал обществу с ограниченной ответственностью «Тихий океан». Участок, точно повторяющий контур сооружения, отдали бизнесменам. По закону все верно, территорию вернули городской администрации только в апреле этого года, через несколько лет после заключения договора аренды. Но использовать участок, без стоящего на нем сооружения, физически невозможно. Спортивная гавань, она и была названа, по сути дела, из-за вот этого спортклуба. А сейчас, получается, фактически там ставят дорогие яхты, несколько, там, пару десятков яхт стоит. И остальная территория, молл там, он как бы занят под кафе, причем там пиво, шашлыки. И гидротехническое сооружение молл занят под пиво и шашлыки, да, и морепродукты. Теперь администрация города хочет вернуть объекты. Даже перекрыли проезд к ресторану бетонными блоками. Ведь у «Северного молла» есть конкретное целевое назначение. Территорию готовили для спорта, а не для ресторанов. Открытый аукцион на право аренды, запланированный на 31 августа, провести пока также затруднительно. А город готовится нести убытки в миллионы рублей. Я повторюсь, так же сказал депутат Ертаев, да, по поводу аренды. Взлетело до небес. Это при Николаеве? Да, я опять же скажу про 4 миллиона в месяц. Это довольно, это неподъемная сумма. Как бы вы разрешили эту ситуацию? Необходимо договариваться. Во-первых, об снижении арендных ставок. Это нереально. Если я сейчас не ошибаюсь, они выставили на торги, да, это все, чтобы появился новый арендодатель, и вроде бы они не состоялись, потому что люди сказали, что это дорого. Нет, нет, они через два дня. А, через два дня. Да, да, да. 31 августа. Вот тогда и посмотрим. То есть торги покажут, есть ли предприниматели, которые готовы работать при такой арендной ставке. По словам экспертов, главное это все-таки попытаться найти компромисс между городом и предпринимателями и создать условия для малого бизнеса. Вопрос незаконной застройки касается и придомовых территорий. Так недавно произошел скандал между застройщиком и жителями домов 39 и 49 по улице Станюковича. Обещали многоуровневую парковку, а по факту готовятся строить дом. По старому договору там собирались строить, сначала многоэтажный дом. Но затем, как бы, им не согласовали дом многоэтажный, они вместо многоэтажного дома решили построить стоянку. Трехуровневую. Трехуровневую стоянку, да. Но тут один принципиальный момент. Как бы, то, что они сейчас строят, они делают с учетом того, чтобы в дальнейшем построить на этом месте многоэтажный дом. А как вы можете вот так говорить? А коммуникации они продоводят. С запасом? Да, с запасом. Они продоводят коммуникации, с учетом того, чтобы в дальнейшем строить там дом. Более того, жители домов местных, они встречались с застройщиком, и он им лично сказал, что он будет добиваться строительства там именно того дома, который он и хотел построить. На данный момент разрешения на строительство многоэтажного здания у застройщика нет. Но если такой документ появится, жильцам придется не сладко. И даже общественные слушания не помогут. Они носят исключительно рекомендательный характер. По факту, владелец участка имеет право распоряжаться им как угодно. Конечно, в рамках закона. Поэтому красавицу Фемиду, жителям Владивостока, лучше не злить. Ольга Продан, Василий Косилов, Андрей Макаров. Новости на Восьмом.